МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда я его родила, он заплакал. Потом открыл глаза, посмотрел вокруг, посмотрел на меня и закрыл глазки. Мать Кристины Светлана пыталась помочь дочери. Родился он вообще в весе не был. Маленький совсем еще, маленький. Надо было сидеть, как говорится, там. После смерти младенца Светлана, так и не ставшая бабушкой, стала обвинять случившимся врачей, которые не спасли внука, а односельчане в саму Светлану. То, что говорят, как будто я ей уколу ставила, таблетки пичкала, как вызвала роды, как будто взяла, задушила его. И пока в Березовке бушуют страсти, кто же виноват в смерти младенца, в соседней большой роще 19-летний Алексей, именно его Кристина считает отцом своего ребенка, даже не подозревает о том, что малыш вообще существовал. Я сколько раз говорил, ну, ответься от меня, что у меня девушка есть. Она говорит, давай переспим, давай переспим. Сегодня все участники этой истории соберутся в нашей студии, чтобы ответить на вопросы. Кто виноват в смерти младенца Кристины? Должен ли Алексей отвечать за то, что девочка вообще оказалась в такой ситуации? И как и чем сегодня помочь этим легкомысленным подросткам, которые даже не подозревали, чем закончится их история? Кристина Кох сегодня в нашей студии. Когда ты узнала о том, что ты беременна, сколько месяцев уже было? Первый месяц уроду. Ты как-то сказала маме, родным, близким, кому-то сообщила, что ты беременна, или ты испугалась? Нет, я когда узнала то, что беременна, я боялась сказать маме, то, что она будет сильно ругаться. И сказала, когда уже? Было 6 месяцев. Мама ругалась? Да. Она сильно ругалась. Потом сказала, что раз так получилось, то будем воспитывать, будешь рожать. А Леша, ты когда поняла, что беременна, пыталась сообщить о том? Он ему сообщил, он потом поменял сим-карту, не звонил, трубку не брал, когда он узнал то, что я от него беременна. А он живет в другом поселке, то есть ты приезжал туда к нему или он к тебе приезжал? Я к нему ездила. Ты к нему ездила? С братом. Итак, давайте вернемся в тот день, 2 сентября. Тебе стало плохо. Ты зовешь маму или как это все происходит? Когда мне стало плохо, я дождалась. Пришла мама. Она увидела то, что у меня отходят воды и побежала вызвать скорую. Сколько ты лежалась, мучилась, когда были схватки, ждала помощи? Часа, наверное, 2, потому что я не могла сама встать с кровати, было больно, тяжело ходить. Мы побывали у тебя дома, давай посмотрим. Когда он родился, когда я его родила, он заплакал 2 раза. Потом открыл глаза, посмотрел вокруг все, посмотрел на меня и закрыл глазки, дышал прерывно. И плакать больше он не плакал. Я Галимитра в нашу фельдшую просила. Маменька говорила, скорую вызывайте. Я виню врачей. Потому что они вовремя не приехали. Как ты сейчас тебя чувствуешь? Сейчас нормально. Но роды начались раньше положенного срока? Да, он у меня был недоношенный, было всего лишь 7 месяцев. Но вот сейчас в каком состоянии ты находишься? Что у тебя на душе? Ты жалеешь, что не сказала маме раньше? Ты обижена на Лешу, что он так поступил? Ты ругаешь себя за то, что вообще с ним связалась? И не любишь его? Любишь Лешу? Сейчас уже нет. Когда-то, да, любила. Если бы сейчас все начать по-новому, сказала бы маме? Да. И прости меня, что задаете вопрос, но мне кажется, это важно. Если ты такая взрослая, знаешь уже все, как отходят воды, что нужно делать, и сколько длится беременность, неужели нельзя было пользоваться какими-то контрацептивами, если вообще, да, мы говорим о том, что в шестом классе... Мы пользовались, но в этот день был праздник, и мы напились, и были пьяные. Давайте сейчас пригласим в студию еще одну героиню, которая стала свидетельницей того, что произошло. Марина Буряк сегодня приехала к нам на эфир. Встречаем ее. Здравствуйте. Марина, я знаю, что вы помогли Кристине. Как вы узнали, что она рожает? Сестренка маленькая... С горлом. Сестренка маленькая бегала по улице и говорила соседям, что Кристине плохо, Кристина рожает. Ну и соседки меня отправили. Марина, ты шустрая, давай, иди, помоги. Это первый раз в жизни, наверное, вы принимали руку? Ну, конечно же. Конечно же. Было страшно? Да нет, страшнее то, что Кристина была вся белая. И как бы неизвестно, какой был бы исход. Она закатывала глаза, она вся белая была. Мне очень плохо, она кричала, помогите. То есть рожала дома, на кровати, на диване? Да, дома, на кровати. Вы перерезали пуповину? Нет, это делала фельдшер. Этого нельзя делать, я знаю. Кристина родила, через минут 5-10 приехала фельдшер, она уже все сделала. Отправляла меня несколько раз, чтобы вызвала реанимацию. На первый звонок мне очень грубо ответили, сказали, что у нас реанимация за дверями не стоит, делаем все возможное, ждите. Очень-очень много времени прошло, ну как бы на часы никто не смотрел, но я думаю, что час, наверное, точно прошел. Марина, ну вот ваша точка зрения, вы знаете всю эту историю, вся деревня обсуждает это. Как вы считаете, кто виноват в том, что это произошло? Кто довел Кристину до этого состояния? До состояния того, что она забеременела? Забеременела, родила, не стала на учет, вот все, скрывала. Что, если рядом не было никого, ни парня молодого? Ну, я думаю, может быть, просто, что молодая боялась, я вот насчет этого не знаю, потому что мы не так шибко-то общались близко, чтобы знать, что у нее было на уме. Но я знаю, что она за неделю, вот до случившегося, стала на учет, она была очень довольна, она говорила, что я хочу родить этого ребенка, что приезжали в страну, что мама будет опекуном, тут еще вина и родители, я думаю, так, что... Мать, да, мать в первую очередь. Кристине, вот мы как соседи, не было видно со стороны, что она беременна, она очень хорошо это скрывала, и, может быть, у матери не хватало времени проследить, что все равно есть какие-то симптомы, где-то тошнота, где-то что-то, что... Я хочу отметить, что у мамы Кристины 6 детей, чтобы вы понимали, да, что это не единственная дочь, которая воспитывает маму Кристины. Скажи, Леша был твоей первой любовью? Да. Он понимал вообще, что ты действительно влюбилась, что вот ездишь к нему из другой деревни, что вот так, может быть, искренне, наивно? Не знаю, понимал ли он это, но я знала то, что я его люблю, и думала то, что это будет серьезно. Как произошла ваша первая близость физическая? Сколько вы уже встречались? Полтора года, где-то так. То есть ты поехала, наверное, какой-то праздник был, да, или что? Было 23 февраля, и мы с моим братом туда поехали. И это... Потом, когда оттуда уезжали, я приехала домой, и потом, через некоторое время, у меня начала рвота, тошнило меня. Я купила... Мы с моей подругой Миликой поехали в Мариановку, купили тесты, я проверилась, обнаружила то, что беременная, и боялась сказать матери. То есть ваша единственная близость с Алексеем закончилась в беременности? Акушер-гинеколог Татьяна Гурская сегодня в нашей студии. Татьяна Юрьевна, для вас все сходится в этих историях? И действительно ли, правда, что может вот такое произойти? Конечно. Конечно, может такое произойти. И, конечно, ну, мама должна была, наверное, девочке объяснять 15 лет, что половая близость с мальчиком может закончиться беременностью. И достаточно одного полового контакта для того, чтобы это произошло. Я думаю, что такие ситуации всегда возникали, и, к сожалению, наверное, будут возникать, как мы и должны это констатировать, к сожалению. Но мы должны понимать, что и как нужно предпринимать в такой ситуации, чтобы родился здоровый ребенок. Мы должны сделать так в нашем обществе. Девочка просто влюбилась, о чем вы говорите. Ей 14 лет, она встретила свою первую любовь. И, естественно, она ни о чем не думала. Она просто хотела этого человека обнять, поцеловать. Смотрите, шестеро детей дома. Все кричат, все орут. Матенька, на которую она не обращает на нее совсем внимания. Вот она и подтянулась к этому мальчишке, чтобы хоть какую-то ласку и тепло от него получить. Но он все-таки делал какие-то знаки внимания тебе, что ты поняла, что это хотя бы какое-то взаимное чувство? Или вот он всегда был так... Я не замечала. Ты не замечала, что он тебя любит? Нет. Тогда зачем ты, скажи, ну вот... Не соображала головой. Скажи, пожалуйста... Давайте послушаем, что Леша говорит про это все. Внимание. Я сколько раз говорил, ну, от***сь от меня, что у меня девушка есть. Но она не понимала. И говорила, ну, давай переспим, давай переспим. И она уехала в деревню свою. Она просто приезжала в село и домогалась. Моя родственник. И босиком приезжала. И что? В шлепках. Под зиму уже. Ну, куда ее? Свои берешь и все. Свои даешь, и она уезжает. Я ей говорил сколько раз, я тебя не люблю. Она все равно напрямую идет. Я вообще не знал, что она беременна. Скажи, ну вот что движет девочка, если парень тебе говорит, я тебя не люблю, иди отсюда. Это вообще полная ложь. Он этого мне вообще не говорил, что у него есть девушка. И я до него не домогалась. То есть он врет? Он врет. Если бы я его сейчас увидела, я бы еще обматерила бы при вас. Ты только что мне сказала, что он тебя не любил. Тогда как все происходило? Если он тебе цветы не дарит, ничего, деньги там, деньги на телефон не кладет, смски не пишет, ну не знаю, никаких подарков не сделал. Или что-то было? Он мне сам звонил, смски мне писал. Он приглашал меня к себе, познакомил меня со своей матерью. А даже с мамой познакомил? Да. Я знакома с егоной мамой, со всей егоной семьей. Давайте сейчас пригласим в студию, приехала его старшая сестра сегодня на эту программу, Наташа Коваленко. Что расскажет она про всю эту историю? Встречаем Наталью. Кристина, ты проститутка. Ты это знаешь. Стаскалась у нас по деревне со всеми молодежами, малолетками. Пила, курила, босиком до нас, до Лёши прибегала. Что не так было? Да, босиком прибегала. Да, ты говорила, что тебя мама избивает, отчим тоже избивает. Меня лично никто не избивал. Да, ты это говорила, не надо здесь очинять. Ты проститутка. Хочешь с моего брата, чтобы он стал твоим мужем или что, я не могу понять. Секундочку, секундочку. Ну так-то сказать не надо уж. Лёша, если она такая плохая, почему ваш брат так или иначе с этой девушкой вступил в определенное отношение, результатом которой явилась беременность? Понимаете, когда я её увидела, Лёша уже с ней, как, моша у них там, и был один раз, как он говорит. А почему была? Она такая плохая. Ну я не знаю, он сказал, что она... Она его заставила это сделать, да? Нет. Вы лично видели её, как вы говорите, с пивом, гуляющую? Да, я видела, сама лично видела. Как она всегда на нашу деревню выходит и с пивом... Вот сейчас вы оскорбляете человека проститутка, пьяница. Вы его братья изнасиловали. Прям специально верёвками привязали, и он такой бедненький, несчастненький, 19 лет. А ей всего лишь 15. Если бы я про неё не знала, какая она есть, если бы я её не знала, какая она, она всё за Лёша бегала. Всё, Лёша, я тебя люблю, Лёша, я хочу за тебя. Постоянно на машинах с пацанами по деревне катаются. То есть Лёша не единственный парень? Да не единственный, она постоянно там ходит, гуляет, пиво пьёт на остановках, с пацанами тусуется. Вот это вот малолетка. Вы что, свечки, что ли, держали? Да я при чём тут свечки, я тебя просто видел там, а частенько. Скажи, Кристина, а у тебя, Лёша, первый молодой человек вообще в твоей жизни был? Кристина, пусть ответит. Если честно, нет, он у меня второй. Второй. Я говорю. Что у тебя первая сексуальная была с ним, а ты сейчас уже говоришь, что он второй у Жуки. Понимаете, я вас умоляю, если бы мы не знали, какая это девушка, она всё притворялась, что она не малолетка, ей уже 19-й год пошёл. Я ему напрямую сразу же сказала, что мне 14 будет 15. Но они встречались же полтора года с вашим братом. Они не встречались полтора года. Ну знали друг друга. Я знаю этого. И ваш брат не знал на протяжении, ваш брат не знал на протяжении полутора лет, сколько этой девочке лет? Не знал. Я ему напрямую сразу не знал на протяжении полутора лет. Это в деревне соседей, да? Нет, меня интересует только вопрос, что хорошо, все могут совершить ошибку, да? Непонятно, кто там первый переспал, не переспал. Ну, два года не встречались. Хорошо, если она приходит и говорит ему, Лёша, я жду от тебя ребёнка, всё-таки он какую-то инициативу должен проявить, а не просто выбросить сим-карту. Если бы она, если она бы сказала, что она от него ждёт ребёнка, то он бы не оказался. Потому что я знаю своего брата. Он был в городе, я ему говорила. И что, надо проверить, от кого ребёнок? Вы посмотрите на неё. Она выглядит разве на 15 лет? Что на Лёше всё? Лёша при чём тут? Он что, когда ложится, ему надо было паспорт у неё спрашивать, что ли? Вообще, вы посмотрите на неё. Она сейчас хочет обвинить пацана. А кто будет паспорт спрашивать? Прежде чем ложится в постель? Ложится в постель, надо спросить паспорт, да, показать. А вот теперь получит срок. И будет дома, тянь всё раз своей головой. Зал, давайте сейчас успокоимся. Сейчас короткая реклама. Далее в нашей программе. Мама Кристины и мама Алексея встретятся здесь в студии. Что скажут они друг другу? Не переключайтесь. Посмотрите «Пусть говорят» сегодня в центре внимания история Кристины Кох из Омской области, которая стала мамой, будучи в шестом классе. Это шестиклассница Кристина Кох, жительница деревни Берёзовка Омской области. Несколько дней назад девочка пришла из школы домой и стала рожать. У меня умер ребёнок. Когда я его родила, он заплакал. Потом открыл глаза, посмотрел вокруг, всё, посмотрел на меня и закрыл глазки. Мать Кристины Светлана пыталась помочь дочери. Родился, а он вообще в веси не был. Маленький совсем, ещё маленький. Надо было и всё. Сидеть, как говорится, там. И пока в Берёзовке бушуют страсти, кто же виноват в смерти младенца, в соседней большой роще, 19-летний Алексей, именно его Кристина считает отцом своего ребёнка, даже не подозревает о том, что малыш вообще существовал. Я сколько раз говорил, ну, от *** от меня, что у меня девушка есть. Она говорит, давай переспим, давай переспим. Сейчас в этой студии появится мама Кристины, Светлана Иванова. Что расскажет она обо всей этой истории? Как твоя такая дочь, не надо на меня прыгать. Закрой рот свой. Надо за дочерью смотреть. За собой смотри, овца. Здрасте, Светлана. Ты на себя посмотрела за дочкой. Итак, ещё раз, ещё раз я хочу, чтобы Светлана Александровна сказала, сколько у неё детей. Шестеро. Шестеро детей воспитывает Светлана Александровна. Я считаю, достойно аплодисментов нашей стране. Рот мой закрой. Как получилось, всё-таки, а теперь уже дальше к просьбе жизни, да? Как получилось, что шестеро детей, и вы не можете увидеть, что дочь беременна на шестом месяце узнает? Ну, не видела она, всегда широкие вещи таскала, одевала, вернее. Ну, ела она, тоже хорошо. Хорошо, она говорит, меня тошнило, плохо себя чувствует. Я не замечала этого. Кто пить будет, чтобы не замечала она? Я? Да. Я ошей не пью, если чё. Да ладно, ты чё? Ты можешь там где-то рассказать в другом месте. Что ты свой рот понял? Не надо это уже говорить. Я ошей не пью. А вы вообще воспитанием своей дочери занимаетесь линией? Ты видел, что я пью, ты еб***ь. Рот свой закроен, еб***ь. Ну, понял? Чего еб***ь. Иди на***ю, понял? Вы же все у мамы. Какая мама, такая не хочет. Закрой рот. Я нормальная мама, ясно? Понятно, и рот свой закрыл. Ты кто такой вообще? Ты чё, про нашу семью что-то знаешь? Да он тебя видел, как ты в деревне. А ты вообще рот свой закрой, понятно? Так, давайте успокоимся, пожалуйста, все, да? И давайте соблюдать всё-таки нормы приличия здесь в студии. Итак, Кристине 15 лет. Почему она до сих пор в шестом классе? Оставалась, потому что... Сколько? Три года. Три года, и всё, шестой класс не может закончить. Нельзя как-то... Да у нас учителя такие, что оставляют постоянно. Давайте послушаем учителей местной школы. Внимание. 348 уроков она пропустила в прошлом году. И не просто там один день, день, два. Вы знаете, неделями не бывает её вообще в школе. И дома не бывает. Она дружит с подружкой, с девочкой. Эта девочка тоже закончила пять классов, тоже родила, по-моему, 15 лет или 16. В мае или в апреле месяце она ходила в куртке. А жарко было в классе. Я говорю, Кристина, сними. Нет, я не сниму, сними. Ну, может быть, мало ли ещё желудок у неё там большой. Потому что питается они очень плохо, конечно. С хлеба на воду, поэтому, знаете, всё. Может быть, ребёнок ест очень много хлеба, и желудок растягивается. Ну, то есть, а 348 дней девочка не ходит? Или там сколько? Никто ничего не волнует? Неделями, неделями, мать. Даже не видишь, что ребёнок в школу не ходит, дома её нету. Я постоянно приезжала. Заткнись. Если я не знала, что она малолетка. Так, если мать знает, что она малолетка, почему она не в школу? Почему мать за ней не смотрела? Неделями её не было. Она у нас в деревне... Хорошо. Хорошо. На шестом месяце беременности вы узнаёте, какая реакция? Я её призвала в больницу сама уже. Мне сказали, что... На консультацию отвезли, да? Да, 30 недель у неё. Мы потом встали на учёт. И она ездила на приём постоянно, каждый день. Вот 2 сентября она уже родила, дома, на койке. У вас дома не было? Нет, она была на работе. Зашла в магазин и бежала мне дочь навстречу. Мама говорит, что сильно там плохо плачет. Потому что дела до дочки никакого нет. И... Она... Я на работе была, если что. Ты, б***ь, даже не знаешь... Ты чё, надо от меня? Ты... Да я ничем не надо от меня. Вы вообще занимались воспитанием этой девочки? Или она у вас росла, как трава в поле? Мама-то занималась. Если она занималась, то то, как ты себя сейчас ведёшь, ты на себя посмотри со стороны. Не то, что воспитания нету, а элементарного приличия даже нет. Когда шесть детей, мама работает, а есть... У тебя есть понятие отчести девичьей, элементарной. Саша, скажи мне, вот ты узнаёшь, что, да, она беременна, она плачет, Лёша не признаёт. Как-то поехать в ту деревню, поговорить с этим Лёшей, ну как-то... Ну, я вот сейчас слушаю эту всю историю, то, что вот она такая-такая, вот к этой девушке вот сейчас обращаюсь. Сестра, сестра Лёша. Да, обращаюсь. Если бы я не знала о её... Если бы я не видела... Слов нет таких. Если он её не любит, не хотел он, как говорится, её... Так я откуда знаю, от чего она приезжает? Почему бы вы не отправили её домой, не позвонили в милицию, если мы ищем её? Можли бы вы позвонить в полицию. Потому что она приезжала... Я говорю, почему ты домой, почему ты по деревне, говорю, гуляешь? Она такая, говорит, мама, меня отпустила к моё-то парню. Я говорю, а кто у тебя парень? Она говорит, Лёша. Я говорю, Лёша тебя, говорит, вообще даже знать не хочет. Но тем не менее, как сказала Кристина и призналась, она, Лёша, познакомил её со своей мамой и представил. И она решила для себя, что знакомство с мамой – это очень веская и серьёзная причина, и что она представлена в дом, как любимая девушка. Тем более, что мама Лёши тоже сегодня в нашей студии. Лидия Коваленко. Что расскажет она? Встречаем её. Ещё, братья, тебе не стыдно это, говорить, что ты его уже давно знаешь? Ты его знаешь, но ты ведь на него прыгаешь прямо. Я на него прыгаю. Да ты как упадёла прямо на него? Лидия, нам только что рассказали, что вы были знакомы с Кристиной, и Лёша представил вам Кристину. Кого? Лёшка? Не представлял он её вообще? Как? Кристина мне только что рассказала, что Лёша познакомилась. Она спрашивает, кто такая? А он говорит, приехала, всё, говорит, мне надоедает. Она говорит, вообще, мама, что у нас с тобой? Ну, даже в окно, каждый раз сучит, он на работе, она всегда вот приедет с этим, с братом со своим. Что он к тебе приставал? Это ты к нему? Ну, вы верите в то, что Лёша – это отец этого ребёнка? Нет, нет, нет. Она говорила, что она уже беременна была, аборты делала. Она говорила… Как аборты делала? А ты, Саша, если бы я сделала аборты, я бы не рожала. Она, Саша, я бы не делала аборты. Я такого вообще не говорила. Нечего сидеть, говори. Собрались, дети? Что собрались? Умные, б***ь. А ты не умная. Можно вопрос? Я бы на учёбку послала, чтобы учился ребёнок и за дитями смотрела бы. Да что собрались? Ясное дело. Я смотрю за дитями. Где ты смотришь? Простите, пожалуйста. Вот здесь присутствуют две мамы. Я тоже мама. Но вы знаете, мне очень стыдно наблюдать за вами. Маленькая ремарка. У каждой мамы по шесть детей. Да, замечательно. Но то, как вы себя ведёте, это просто… Это просто… Сравнение ни с чем не… Просто не идёт. И вот эта девочка – плод обеих вас, между прочим. И одной мамы, которая воспитала, и вторая мама, которая воспитала своего сына, которому, между прочим, 19 лет. И он должен нести за это ответственность. Не, ну а зачем вы? Если… Если… Одну секунду, чтобы Кирилля Адамовна… Одну секунду, важное замечание, да? Я ему говорю. Если сейчас будет проведена экспертиза ДНК, и будет доказано, что это ребёнок Лёша, вы понимаете, что ему грозит реальная уголовная ответственность за совращение малолетней, тем более… А по Лёше навряд ли, она со всеми лазила. Я никогда не поверю, что мой сын… Ой, от сына она… Насколько я понимаю, Алексей не отрицает того, что он был в интимной связи с этой девочкой. Значит, это уже преступление, вы понимаете? Это уже преступление. Но если она самовешается, значит, и нет. Нет. Вы поймите, в чём дело. Может быть, он думал, что если он переспечит, она отстанет от него наконец-то. Но уже опыт, она так к нему прилипла, что уже кошмар какой-то. Он же не знал, как от неё отделаться. Я ему говорила, что она 19, сказала. Кристина, скажи, пожалуйста. Он знал вообще-то. Кристина, почему… 19, ты сказала. Нет, всё-таки объясните мне, вы знаете, что она ждёт ребёнка. Она вам говорит на шестом месяце, мама Света, что это Лёша. Почему вы не поехали, взяли… Она мне не говорила, я ей в больницу сама повезла. Нет, в больницу повезли, понятно. Почему в эту рощу вы не приехали и не пошли к этому Лёше? А мне раз вот приезжала она один раз, когда она пьет, посморовала у неё. Здравствуйте, Миза. Его не было в полиции, в полиции, извините. Мать их не приезжала, за ней через неделю. Через неделю, сколько же она у нас в деревне была. А все деревни на остановке пила пиво с пацанами. Ну это что? Кто же? Кто, Кристина? Какими пацанами я пила на остановке? Тебе что, этих друзей своих собери, которые ты… Ну это было, что ты деньги воровала? То, что я у мамы деньги воровала, это наши семейные пила. Сигареты эти, вот хуже. Давайте, давайте сейчас, наверное, не обвинять. Давайте успокоимся, пожалуйста. Хуже всего сейчас и неправильно искать, кто виноват. Да, есть правоохранительные органы, они найдут, кто виноват. Никто не ищет, хочу вам сказать. Вопрос для меня в другом. Девочка, вот я сейчас, ну, как мне кажется, понял эту ситуацию. Вот эта девочка спародировала, вот так вот грубо, глупо, по-детски спародировала очень многие ситуации, которые творятся сегодня во взрослых семьях, среди вполне благополучных людей. Когда, рожая ребенка, хотят создать семью. Когда там ее нет, этой семьи, и быть не может. Вот она, как мне представляется, захотела стать взрослой, но усвоила суррогаты взрослости. Взрослые в ее представлении. Это выпивать, это ранний секс, это рожать, это становиться матерью. Почему, я спрашиваю, почему, когда у тебя пятеро братьев и сестер, когда у тебя такая ситуация, почему ни родителей, никто не показал этой девочке, что такое труд, что такое настоящая ответственность. Все условия для этого есть. Почему она стала как не знаю кто, понимаете? Потому что ей хочется убежать от пятерых братьев, которые висят на ней, и она должна днем и ночью за ней подтирать, горшки выносить. И она видит нормального, реального парня, Леху, который не пьет, выглядит, работает, здоровый, да? Девки на нем вешаются, и она влюбляется в него. Вот она и прибежала. Где выбор-то? Слава богу, что она жива осталась, поставьте свечку. Я не понимаю, где ваш отец тоже, я бы, честно говоря, вот отец должен был действительно ей... Ну отца у Кристины нет, есть отчим, вот сидит Саша, хороший парень, тоже работящий. Вы что, не видели, какое поведение у этой девочки? С ней же разговаривать надо было, просто разговаривать в 13, в 14, но нельзя было допустить до того, чтобы она так скатилась просто ниже плинтуса. Нет, ну у него остальные твои, да, все же, так я понимаю? Да, моих трое, я с двумя взял, когда их было по 2-3 года. Ну, да, это, может, моя вина в том, что не дал ей таких, это, хорошее воспитание, но чем смог-то, я сам молодой был, 18 лет еще не был, я Света... Влюбился Свету. А что такое? Я их поднял все равно, сколько сил было. А теперь у меня свои трое детей, я сейчас с горой за ними, я просто каждую болячку, каждую соринку с ними сдуваю. Зачем мне это все? Так, давайте сейчас мы все успокоимся, сделаем короткую рекламу, и после этого в студии появится Алексей, мы познакомимся с ним, парнем, ради которого Кристина пошла на все. Вы смотрите, пусть говорят, в центре внимания история Кристины Кох, ученицы 6-го класса из деревни Березовка, Омской области, которая пришла домой 2-го сентября и стала рожать. Это шестиклассница Кристина Кох, жительница деревни Березовка, Омской области. Несколько дней назад девочка пришла из школы домой и стала рожать. У меня умер ребенок. Когда я его родила, он заплакал. Потом открыл глаза, посмотрел вокруг все, посмотрел на меня и закрыл глазки. Мать Кристины Светлана пыталась помочь дочери. Родился он вообще весь синий был. Маленький совсем еще маленький, ему надо было и все, сидеть, как говорится, там. И пока в Березовке бушуют страсти, кто же виноват в смерти младенца, в соседней большой роще, 19-летний Алексей. Именно его Кристина считает отцом своего ребенка, даже не подозревает о том, что малыш вообще существовал. Я сколько раз говорил, ну, от *** от меня, что у меня девушка есть. Она говорит, давай переспим, давай переспим. Сейчас я хочу пригласить в эту студию бывшую девушку, Алексея Александру, которая считает, что Кристина разрушила их взаимоотношения. Встречаем ее. Здравствуйте. Кристина, теперь скажи нам, правда, всю горькую правду. Зачем ты врешь? Что я вру? Это же не твой ребенок. Что я именно вру? Ой, это же не Лешин ребенок, извините. Я после 23 февраля приехала и поехала проверяться, обнаружила то, что я беременная. А помнишь, когда ты пришла ко мне, когда тебя Анюта, сестра младшая Леши, зимой не пустила домой. Ты пришла, ты у мамы украла тысячу, пришла ко мне. Типа там меня Аня не пустила, можно ли пока Леши нету дома, можно ли у тебя посижу? Я такая, знаешь, как бы добрая душа, я говорю, да конечно, что мне место жалко в кухне. Лешу я прямо так ждала. Подожди. И ты такая, я говорю, мы, ты сидишь, в кухне сидим, чтобы чай попили. И я у тебя спрашиваю, Кристина, я говорю, это Лешин ребенок. Я не уверена, ты сказала, что может быть Лешин, а может быть и Саша. Я тебе спрашиваю, какого Саша? Ты говоришь, у меня был в деревне парень, он меня до дома провожал, чуть ли на руках не таскал меня, целовал. Я такого не говорила. Заткнись, не перебивай, подожди. Ты мне рот не затыкай, ты мне не мам. Ты мне что-то против хочешь сказать? Ты мне рот не затыкай, ты мне не мам. Заткну тебя, поняла? Ты мне не затыкай, ты мне мама. И ты ничего сказала, я тебе говорю, Кристина, а зачем ты обманываешь? Ты говоришь, ну люблю я его. Я такая, ну любишь и любишь, ну зачем такое делать? Зачем ты врешь? То, что ты сейчас сказала, я такого не говорила. Ты почему не говорила, Кристина? Почему ты когда приезжала к Лёше, когда он говорил, зачем ты приходишь сюда, ты не нужна мне. Ты приходила ко мне, ты посидела, ты ушла со своим братиком. Он мне не говорил, что я ему не нужна. Кого? Чего ты врёшь? Он вообще-то меня сам к тебе звал. Сам к тебе звал. Саша, мы сейчас можем долго выяснять, что правду не найдём. Можно присесть на секунду? Скажи мне, пожалуйста, и так ты встречалась с Лёшей? Да, мы как бы встречались, но мы мало встречались. Дружили? Да, мы дружили. Мы с ним хорошо дружили. Если не секрет, тебе сколько лет? Мне 17, 18-й год. Ты заканчиваешь школу? Нет, я учусь как бы в училище на третьем курсе. И всё-таки ты считаешь, в чём проблема Кристины? Почему вот у неё сейчас такая драма в жизни, что... Потому что она малолетка, во-первых, и не надо просто вот так вот над собой издеваться. Я-то малолетка. Я-то малолетка. Ты себя-то посмотри в зеркало, ё... Да что ты говоришь? Я вам что, уродка тут сижу или что? Вы за собой вообще следили? Закрой свой рот. Скажите, пожалуйста, я старше тебя поняла, закрой свой рот. Скажите, пожалуйста, вот когда вы с Лёшей дружили, или там от слова жили, вам-то сколько лет было на тот период? 16, 17. Ну вам сейчас 17, а раньше вы с Лёшей дружили. Ну, 16 лет мне было. Я думаю, что сейчас самое время уже познакомиться всем с Лёшей, потому что он сегодня тоже приехал на этот эфир и готов рассказать свою правду. Встречаем, Алексея. Я вам хотел сказать, что я одну... одну Сашу люблю и любил всегда. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну скажи мне, ты любишь Сашу, принёс ей цветы, а что же делать с Кристиной? Что это вся за история? Вот она сидит здесь, опечаленная, драма, потеряла ребёнка, ты её бросил, на звонки не отвечаешь, и она одна теперь одинёшенькая, не может закончить шестой класс. Мы когда при встрече с ней познакомились, она говорила, ну, она сказала, что ей 18 лет. Я тебе сказала, что мне 14 лет, будет 15 лет. А вот и 18, когда встретимся. Это вы уже сочиняете. Сочинять я не умею. Ну да. Дайте Лёше сказать, пожалуйста. Не разговаривай так. Я на при... в декабре... Ну вот стоит, сочиняем. В декабре 31-го числа, это, ну, в том году ещё было. У нас было, ну, отношения у нас с ней было. Ещё в том году. Один раз? Один раз. Ну, просто вот объясни мне позицию, чтобы я тоже понимал, если мы так откровенно говорим, да? Значит, она приезжает, и как она? Лёшка, ну, давай, она сама или... Нет. Нет, это просто важно, потому что я хочу понять психологию парня, да? Если к нему приехали из другой деревни, дайте, возьмите меня, то... Вот, 31-го декабря, ну, она приехала, думаю, что 18 лет, ну, это ещё год назад, ну, что, ну, уже там, без кроссовок, уже порваны и всё, ну, что, пусти туда-сюда. 31-го я к тебе приехала порвана, без кроссовок? Да, чувак. Я к тебе приехала 24-го февраля. Хорошо, 31-го декабря. Лёшка, объясните мне, вы Новый год вместе не встречаете с семьёй, даже если у вас 6 человек, или все отдельно встречаете Новый год? Ну, вообще-то были, все семьёй. Все вместе с семьёй. Я ещё раньше тебе говорила, отстань. Объясни мне тогда, как, если все Новый год вместе встречают 31-го декабря, как она оказывается у тебя 31-го декабря? Не знаю, а, что спрашивать у меня? Я на Новый год была с родителями. У нас все-то было дома в декабре. Да что? Что ты вот говоришь-то? Смотреть надо за декабря, что попало? Я смотрю, закрошу. Ну, что ты её не замечала? Это ты смотри, б***ь, своё имя. У меня ещё лучше, чем у тебя. Какой вообще урон, б***ь. Я как золу сука, б***ю, так ты узнёшь. Итак, ты утверждаешь, что это было один раз 31-го декабря, в новогоднюю ночь. Школу отпускала бы, чтобы они учились. Итак, у вас было сколько раз, я могу понять? Он говорит, 31-го, ты говоришь, 23-го. Вы, одну секунду, то есть вы встречаетесь по праздникам, или как? Я к нему приехала 24-го, и до этого я к нему ещё много раз приезжала. До 23-го я ещё много раз к нему уездила. А, то есть не один раз вы встречались? Он меня звал, я приезжала. Он звонил на мамин номер. Я у мамин постоянно телефон брала и уходила на улицу. Да можно приехать к тебе, я тебе сказал сразу, ты мне не нужна вообще. Ты ещё когда в городе был, ты мне звонил, я тебе сообщила, что я от тебя беременна. И ты был в городе. Ты потом номер его сменил. Ты уделял мне знаки внимания, цветы дарил, смски любовные писал, открытки. Ничего такого не было. Я ей сразу сказал, что ты мне не нужна. Ты мне ничего не говорил, что у тебя есть девушка, например. Кафе водил? В кафе сидели? Нет. Ну даже в кафе не сидели. Ну скажи, как ты можешь идти спать с парнем, и мы даже в кафе не сходили. Я не могу, я не могу, я не могу, если она сама висит краевое, и висит Лёшечка, Лёшечка, я тебя люблю. Скажите мне, ну вот почему эти истории ничему не учат молодых девочек, да, которые хотят встречаться? Ну хорошо, даже допустим, ладно уже, ну уже мама не может её остановить. Там была у нас такая героиня, вы помните, да, которая бегала огородами, вообще с цепи срывалась, так она хотела этого парня. Ну вы знаете как, это каждый на своих ошибках предпочитает учиться, к сожалению. Ну и как всё равно вот одно и то же, на одну и ту же мельницу одна и та же вода льётся. Ну вот, к сожалению, очень бы хотелось, чтобы включали головы, и причём не только девочки, мы в основном о них говорим, но наконец начали говорить о мальчиках, мальчиках, включайте головы. И если на самом деле ребёнок от тебя, уйдёшь ты отсюда и от преследований, или не уйдёшь, красивой жизни у тебя не будет. Потому что подлость тобой совершённая, она всё равно тебе аукнется. Почему она говорит, что я 18 лет? Вообще понятно. Алексей, вот я тебе как адвокат говорю, я бы на твоём месте, я бы на твоём месте, вёл бы поаккуратнее себя и повежливее, с потенциальной потерпевшей по уголовному делу, по которому ты имеешь реальную возможность стать обвиняем. Потому что доказать то обстоятельство, что тебе было известно о её возрасте, до органов следствия, не составит никакого труда. Я вообще не знал, что она вообще малолетка. Я тебя спросила, я тебя напрямую сказала, что мне 14 лет. Алексей, я хочу задать вам вопрос. Вы её ругаете, хаете, что она такая, она сякая. И всё-таки мне непонятно, как вы могли вместе оказаться в постели. Если вы как взрослый человек, вам 19, есть 14, вы должны были от себя вот так вот идти как угодно, хоть на 3 буквы, хоть на 5, и близко к себе не подпускать. А так получается, вы сейчас ангел, а она бедная, у неё получилось такое горе и несчастье. Вот объясните, как такое могло получиться? Кого, если она сама прыгает на шею? Потому что так получилось, потому что за ней не следила мать. У меня вот вопрос к Кристине. Кристин, ты сказала, что ты хотела ребёнка от Алексея. Это так, да? Ты его захотела до того, как узнала, что у тебя будет ребёнок? До. До. То есть ты рассматривала это как возможность того, что это поможет тебе сделать Лёшу своим мужчиной. Это так? Да. Скажи, а ты почерпнула эту идею откуда? Это она сама тебе, этот гениальный план пришёл сам, или ты, может быть, увидела это где-то? Ты смотришь вообще телевизор? Телевизор, да, смотрю. И, может быть, это оттуда ты увидела. Смотри, когда ты смотришь художественное произведение, читаешь книжку или роман, рассказ, всё что угодно. Она в шестом классе третий год, ты слышал это? Хорошо. Ну, какая разница? Может быть, бульварные романы. Включай маску в следующий раз. Алексей, вот я ещё как, опять-таки, представитель правовой специальности, да, я тебе дам ещё один хороший совет к вопросу о женитьбе. Вот статья 134 Уголовного кодекса, по которой ты можешь явиться обвиняемым, предусматривает один такой момент в примечании, что данное деяние перестаёт быть общественно опасным в случае, если данное лицо вступит в брак с тем человеком, который это себе позволит. То есть вы предлагаете сейчас забрать у Саши букет, встать на колени перед Кристиной и сделать то, что она хочет? Как адвокат, я ему предлагаю это совершенно реально. От этого никто счастливее не станет. А мне кажется, здесь ещё очень интересный момент. Обратите внимание, Кристина сознательно шла на то, чтобы этого мальчика спровоцировать. И в этом смысле, мне, конечно, жалко её, что она попала в такую ситуацию, с одной стороны, а с другой стороны, не жалко. Значит, она об этом думала, она это планировала, и она его провоцировала. Опять вопрос к родителям. Что же вы с ней такое сделали, что ей в 15 лет приходят такие мысли? Ты себя вообще не ценишь? Ты считаешь, что ты себя нашла просто вот под забором, что ли, никак понять не могу? Сейчас ещё одна короткая реклама, а далее в нашей программе единственная женщина, которая поддержала Кристину в её трудную минуту. После рекламы вы познакомитесь с ней. Вы смотрите «Пусть говорят» сегодня в центре. Внимание, история Кристины Кох из Омской области. Девочка сегодня героиня нашей программы. 2 сентября она пришла из школы и стала рожать. А друг Кристины оказалось много равнодушных людей, но сейчас в этой студии появится женщина, которая помогла Кристине в трудную ситуацию. Екатерина Архипова. Встречаем её. Здравствуйте. У меня вопрос к вам. У меня тоже четверо детей, три сына и вот единственная дочь. Сыновья младше её. И почему-то она у меня сидела со всеми детьми и никуда из дома не убегала. Как это что вам говорить? Чего там нет вообще подошла? Меня Кристина прекрасно знает, спросите у неё. Зато я вас не знаю. 40 градусов мороз, на улице зима, пятница вечер, ни один автобус уже не ходит. Они появляются на моём пороге вместе с Виктором. Этот ваш сын, насколько я ещё помню. Они часто из дома уходили. А почему вы не искали? Потому что вы мама. И что ты гонила себе подошла? А кому должна была подойти? К стенке? Или к дяде, который сидит в этом зале? Можно сидеть к стенке. Вы, по-моему, мама. Молодой муж у меня тоже не ставит. У вас у всех равнодушие. Она появлялась у меня дома. Мой сын приводил её домой, она ночевала у меня три дня. Что она рассказывала вам? Присядьте, пожалуйста. Она рассказывала, что её. Я говорю, почему ты? 11 часов вечера. Почему вы находитесь в чужой деревне? Это километров за 30 от нашей деревни, если не больше. Я приехала к своему парню. Я говорю, кто твой парень? Лёша. Я говорю, ты что, ненормальная? Сколько Лёша или сколько тебе? Это было год или полтора назад, когда она первый раз появилась в нашей деревне. Я её увидела. И она жила у меня три дня. А это правда, что Кристина говорила вам, что мне некуда идти, я никому не нужна? Да. Это правда. А я говорю, почему ты? Подожди. Я говорю, почему ты? Я не говорила, что меня отец избивал. Я говорю, почему ты с братом в деревне, в нашей, в чужой деревне, у чужих людей? Она мне говорит, меня дома никто не любит, все меня дома избивают, у меня не папа, а отчим. Поэтому мы с Виктором убегаем из дома. Слушайте, ну отчим не выглядит садистом, выглядит наоборот человеком, который, ну извините. Она так говорит, это не я так говорю. Я, может, сошёл с ума, но... Или я ничего в людях не понимаю. Извините, коллега Шеменовна. Если вы узнали в тот момент, что она у вас... Она так говорит, она, не я. Это не мои слова. Я просто не могу понять, вы поднимали руку на... Не, вот это, что Кри... Сейчас вот женщина рассказала, и что Кристина такое могла сказать... Да, это правда. Вот это... Кристина, даже мой муж будет свидетель. У меня слов просто нет. Я их с маленьких поднимал, ну пошлёпал... Я понимаю, я понимаю. Маленьких каждый день, которые в садике ходят, все по жопке хлопнут, чтобы успокоиться, там объяснить. Я понимаю. Но как-то, почему... Такую взрослую девушку, никогда бы я руку не поднимал. Вот это она мне ответила. Она говорила, что вы пьёте, что мама с папой... Потому что мама с отчимом пьют. Я вообще не пью, я... Ну почему она так говорит? А мне она пьёт! Потому что у меня мать пьёт. Я семья проникла. Я пью, я пью, я пью. Давай я говорю, что у меня отец выпивает часто, но выпивает. И пьёт тебя. То, что мама у меня пьёт, я тебе не говорила. Понятно? Никому я не говорю, что у меня мама пьёт. Вы спокойны, нормально. Итак, Свет, вот всё-таки вы вернулись. Спасибо большое, потому что я понимаю, что судьба дочери вам не до конца безразлична, раз вы здесь сегодня. А что было потом? Потом ты снова появилась в нашей деревне. И пришёл Виктор и говорит, я говорю, где Кристина? А ты почему один? Ночью. Это было в три часа ночи или в два ночи. Он пришёл, я говорю, где Кристина? Он говорит, а она там. Он к вам один? Он к вам один. Он не приходил. Не надо. Ты была в Великовском доме? С пацанами, с кучей. Ну да, вы докажите. А я не буду докажать. Это твой брат так сказал? Он сам говорил. Он сам сказал. Я у неё спрашиваю, почему-то один, говорит, я её звала домой. Она сказала, я не пойду. Девчонки, вот одну секунду. Вот посмотрите, вот я смотрю на вас. Вы симпатичные, красивые. Ну неужели вот здесь уже звучала эта мысль, что вы вообще себя не цените так, что готовы с какими-то там пацанами просто гулять, вот лишь бы, лишь бы, ну? Она себя не ценит. Ну хорошо, не повезло тебе, я родилась в семье, где шесть человек, и нужно за ними ухаживать. Но это не значит, что ты не можешь взять себя в руки, да? Что ты не можешь, не знаю, бегать по утрам, прочитать про йогу, заниматься йогой, какие-то упражнения делать, да? Закончить, взять себя в руки, закончить шестой класс. Не знаю, пойти учиться, пусть не на кого-нибудь, но хорошо готовить. Так представь, что если ты умеешь, хорошо выглядишь, симпатичный, да, и еще умеешь готовить, так тебя мужики разберут, просто оторвут с руками, найдешь мужа нормально. Извините, но здесь единственное лекарство, серьезное, это труд. Никоим образом нельзя развлекать взрослых, подрастающих детей. Перестаньте вы про любовь родителей. Вы понимаете, что личность формируется под воздействием, под воздействием труда, понимаете, серьезно. Она, у девочки, я просто буквально мысль закончу, извините, у нее неординарный характер. Она далеко пойдет. Она сильная, она самостоятельный человек, она уже научилась в своем возрасте принимать самостоятельные решения. Да, ошибочные, но она сильнее характером, чем все, и чем ее молодой человек тоже. Тряпка. Она оправится сейчас от этой ситуации. И ей нужно будет выбрать, вот с Андреем я полностью согласен, выбрать себе место под солнцем, по жизни пойти твердыми шагами. Давайте вспомним начало программы. Да, когда нам показывают девочку, которая лежит на кровати, у которой текут слезы, которая потеряла ребенка, она видела его глаза, она слышала, как он дышал, и этот ребенок умер. Я считаю, что эта девочка привезла очень серьезную трагедию. Я не уверена, что она настолько сильна, что сейчас сама сможет выйти из этой ситуации. Скажите, вот вы как депутат из Березовки, а что за история все-таки со скорой помощью? Там ехать из районного центра 15 минут. Почему она у вас... Там очень большая беда с этой скорой помощью. Там уже не один случай смертельный был, то есть буквально полтора месяца назад человек умер, был инсульт. Значит, скорая помощь ехала минут 50, наверное. Года два назад случился случай, человек с Казахстана приезжал в гости к нам в деревню, и помер тоже от сердечного приступа. А что, дороги плохие или что? Да, дороги очень ужасные. Там скорая даже в любом случае, если она даже захочет ехать быстро, она не сможет приехать. А что вот вы, как местная власть, сделали конкретно по поводу помощи, помощи, в отношении помощи какой-либо, по отношению к семье шестерых детей вот этой женщины? Со стороны Кристины и к семье обращения ко мне по поводу помощи какой-либо не было? Вы ждете, когда умрет какой-то ребенок, или будет обращение? Я вам хочу сказать, что вот что говорит врач Марьяновской районной больницы открытым текстом, да, объясняя, почему скорая не приезжает. Мы за территорию райцентра по первому сигналу не выезжаем. Слишком много ложных вызовов. Дежурные врачи в тот момент были в больнице. Если по каждому звонку ехать в село, кто тогда здесь останется работать? Вот заявление. Андрей, я совершенно четко скажу. Подобная вещь должна быть, безусловно, предметом назначения прокурорской проверки по данному факту. Безусловно, абсолютно однозначно. Но мы сейчас не можем говорить о том, насколько явно причинная связь между тем, что не приехала скорая помощь. И как здесь говорил фельдшер, со смертью ребенка, который был сильно недоношен и практически был обречен. Понимаете? А, безусловно... Сейчас еще один важный нюанс, который я считаю, здесь нужно все-таки прояснить и решить. Ребенок похоронен? Нет. Нет? Нету средств на похороны. Как нет? Ты придумала имя этому ребенку? Нет. То есть ты никак не хотела его назвать? Хотела в честь дедушки, бабиного мужа назвать, Петя. Хотела назвать его Петром. Я считаю, что... Вот первое, что вы должны, мне кажется, сделать, вернувшись, мы, безусловно, поможем вам это сделать, это похоронить ребенка. Алексей, ты, я считаю, должен присутствовать на похоронах. Понимаешь, что, может быть, вся история тебе это неприятно, но поверь, в жизни нужно отвечать за свои поступки. За свои... За свои даже минутные слабости. Нужно научиться жить как-то по-человечески, понимаешь? Подумай, как ты будешь жить дальше. Поверь, мечты сбываются. Нужно только четко представить себе, кем и где ты хочешь быть в этой жизни. Но не как в окружении деревенских парней, бухая с ними пиво и раскуривая сигареты. Берегите себя и свои близкие. Эти кадры были сняты 22 сентября в Москве на пересечении Каширского шоссе и Пролетарского проспекта. Ниссан Кашкай врезался в девятерых студентов МИФИ. На месте происшествия сразу скончалась первокурсница Евгения Шульга. Я папа Женя Шульги. Зовут меня Валерий. Слезинка одного ребенка стоит всего. Поэтому мне тяжело, тяжело. Мужчине, которому прошел уже столько в этой жизни, не знаю, это ужасно. И я никому этого не пожелаю. В минувшее воскресенье, не приходя в сознание, скончалась вторая жертва ДТП, студентка Лана Сорокина. Остальные семеро пострадавших студентов госпитализированы. Оля Вишневская до сих пор находится в коме. Тане Тарасовой предстоит долгое лечение. Повреждена нога, повреждены ребра. Сломаны два ребра. Повреждена правая, легкая. Выяснилось, что виновник ДТП, 38-летний бизнесмен Валерий Крюков, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружено полтора промилле алкоголя, что эквивалентно выпитым 300 граммов водки. Когда водитель протрезвел, он написал объяснительную записку, в которой попросил его расстрелять за содеянное. Сколько еще должно быть смертей в России, чтобы ужесточили санкции против вождения в нетрестном виде? Завтра в нашем эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok